друзья рада приветствовать вас на своем канале и я подумала какой то я неправильный цветочный блогер как-то мало я показываю свои растения именно как они у меня в каком каким образом растут и хвастаюсь мало да но я думаю цветочный блогер должен хвастаться красивыми новыми листиками и как растут то есть это же естественное естественный процесс скажем так правильно вот во первых это говорит об успехах блогера цветовода правильнее сказать вот в общем я решила с вами поделиться потому что я тут смотрю на всю эту красоту в гордом одиночестве тем более немножечко еще приболела вот и как-то вот более серьезные видео сейчас нету сил снимать а вот полюбоваться вместе с вами поделиться радостью получить приятные эмоции я на самом деле сама люблю смотреть такие видео не знаю как вам но очень нравится с чашечкой чая рассматривать прекрасные красивые какие-то новые листики необычных растений вот и хочу с вами поделиться но мне еще пришла такая мысль я планирую делать видео топ самых неприхотливых моих растений которые я считаю неприхотливые и у меня к вам такое предложение а напишите в комментариях какие у вас есть вот неприхотливые растения и желательно чтобы это были не самые простые то есть там не сансеверий замя кулька все из того же списка а что-то более необычное скажем так вот ну а теперь поехали я вам немножечко тут расскажу покажу что у меня тут происходит плюсы минусы честно говоря плюсов больше вот это и не скромно ну правда смотрите какой тут у меня красивый стриптокарпус вот такой вот красоту вообще невероятный со всех сторон красивый но наряду с ним тут у меня горстка стоит не очень удачных начну с не очень удачного в принципе а дальше практически закончится вот это у меня любимица моя бегония то ли она израстается возможно ее надо почеренковать поставить на наращивание вновь вот она почему-то стала как-то плохо себя чувствовать пока не пойму в чем причина отсушивает как-то скидывает новые листочки вот по-моему поставила ее получше вот под свет где она в принципе раньше стояла может ей здесь нравилось пусть постоит сейчас посмотрим орхидейка моя новиночка смотрите какое дорастила доращивает какой цветонос будет пышное цветение а здесь вот у меня орхидейка она стояла на окне это реанимашка но я смотрю видимо ей там может быть холодным то что у меня там очень холодного содержания скажем так но ей наверное корешков еще мало не до конца она все-таки реанимировалась тоже поставила ее в тепло скинет вот этот лист немножко вялые вот эти листики но там хорошо пошли в рост корни вот вот видите раскукленные все у нее будет хорошо просто видимо там ей было холодновато а тоже вот новиночка у меня с пересадки тоже смотрите доращивает цветоносик я ее по моему не показывала в обзоре своих орхидей и дала вот новый листик это тоже с пересадки то есть вот уже сейчас покажу подойду вот она посадочка последняя милана булата тут у меня красотка я ее поставил на фитиль и она наконец-то начала мне растить красивые листочки а до этого тоже какая-то сидела все закукленная тоже их отсушивала возможно вот не знаю здесь вот тоже такая грань вот этой бегонии то ли я ее наоборот подсушила но я ее пересадила в больший объем соответственно стала влаги больше а может наоборот это как залив рассматривать в общем не очень понимаю так чуть-чуть запыхалась у меня тут во флорариуме смотрите какая наросла фиалка сколько там бутонов такой пышный у нее планируется там цветение сейчас я приоткрою наверное чтоб лучше было видно сверху вот все это как зацветет наверное вот моя фрайда калаказе тоже там у нее новый листик я просто одной рукой держу стекло ведь не могу фокус нажать так почеренковала милану булату но она уже это дала корешки уже дает он ростик так что у меня я прям на все все не буду показывать покажу самое интересное так кто тут у меня вот красавица моя бегония не передает ее не видео не фотографии какая она красотка вот даже сложно представить правда какая она в жизни красивая потому что вот это все бархат так а вот же у меня вот красоту на смотрите какой у меня ректофилум выдал лист церцестис мираберис вот такой огромный и он еще у него мягкий мне кажется он его и еще растит сантиметров двадцать наверное длиной красоту аглоанем и пиктум триколор мне там написали что я убийца растений после моей пересадки там что-то жуткое посмотрите какие она стала давать мне тут листики так не знаю как подобраться не очень то мне тут удобно сейчас показать вам церцестисом то это на так это пиктум триколор камуфляж вот какая красота и вот это пиктум триколор так вот здесь вот этот хочу показать лист такой темный такой красивый невероятная красота так ну эти все вы знаете так тут у меня сборище моих красавцев стрептокарпусов вот этот конечно я не знаю это просто какой-то невероятнейший тоже вам плохо его видно потому что это тоже бархатный такой прям на экране вывод не видите такого то есть он прям поглощает вот как втягивает туда вот это вот темнота темно-фиолетовый бархат красотища невозможная и разросся очень красиво цертоме у меня недавно показала вам папоротники но он еще таким красивым и большим не было меня немножечко даже честно говоря пугает своими размерами я недавно увидела похожий немножко другой видимо видимо вид цертоме ума в продаже в одном цветочном магазине и он там прям такой немаленький и я вот уже думаю куда мне его ставить но мне муж на день влюбленных подарил новый стеллаж он его сделал скоро будем его смотреть с вами тут у меня красавица красавица диаскорея я все жду когда она уже начнет оплетать мне туда в общем я ее пока и не вижу какая она там она нарастает нарастает такой кучкой красивой вот но она почему-то поверху вот не пошла я все жду когда она начнет оттуда подниматься но не поднимается ну не уходя далеко от кассы моя бегония на которую я вообще смотрю любуюсь красотка красотища невероятная очень красивая так и хочется сказать там тьфу тьфу и попить по дереву постучать тут еще у меня очень красивая фиалка расцвела называется золотая звезда и вот тоже камера не знаю сейчас как вам покажет отсвечивает от цвета потому что она прям ярко-розовая и вот эти звездочки может цвет подальше уберу трупы не знаю попробую может быть так ну покажи хоть раз яркость свою но все равно не настолько насыщенная но очень красивая так чем этот еще шарлот шифон красавица вот переставила сюда свою маранту триколор и она прям тут такая ну да света ей больше дала я например обрадовалась начала расти расти такая вот прям красотчика становится лариневре у меня немножко расстраивает дал листик два даже но один лист кстати ничего у него там пошел новый а второй он как будто бы вот отсушивает беленький вон тот желтенький вот так ты у меня кто вылетела из головы но я его я считаю что это у меня дыра яки в общем будем считать что это антуре у меня дыра яки вот тоже там новый листик у него вообще это как селиверблаш я покупала вот вспомнила наконец-то очень хорошо пошел в рост папоротник спирал лифт каждый раз его забываю прям вот еще раскручивает хорошо красавчик очень эффектный и у меня тут такая красавица такая у меня тут красотка жаклин смотрите какие она листы мне уже выдала я их по моему не показывала тоже сантиметров по двадцать пять лист и вот растет еще близко вот сейчас у нее получается раз два три четыре пятый листик она растит но вот этот уже начинает портить что естественно то не безобразно так красавица у меня здесь колотая electric shock какая красота какая же она красотулька прям и она очень похожа кстати получается на есть yellow fusion есть white fusion а есть yellow fusion и вот она к ней на нее в принципе сильно похожа и при этом не прихотлива от слова совсем если те fusion и девушки любят там как бы вредничают сбрасывают листья в общем такие те еще хотя в принципе я на свою то не могу пожаловаться у меня она тьфу 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 хорошо растет слава богу вот а ну вот этот сорт это вообще как бы вот не знаю то ли мне такой достался но просто красотка растет без проблем как тебя как тебя диффенбахи рефлектор моя любимец а как я ее люблю конечно она красило боюсь прям даже вы знаете хвастаться как похвастаешься так все пойдет куда то не туда но что делать такая у меня как это Назвался груздем. Полезай в кузов. Правильно? Пошел в рост полиподиум. Дал вон новый листик разворачивает. Высокий будет. Здоровый. Вот он. Уже начнет сейчас упираться в полку. И надо будет его переставлять. Но я уже подготовила место. А, ну вот тот стеллаж, который мне муж приготовил. Туда он и пойдет. Так. Вот еще у меня красотка Агланема. Они вместе с рефлектором тут у меня такое создают красоту. Так. Тут, кажется, всех красавчиков выделила, показала. И немножечко покажу вам своих орхидеек. Сейчас солнышко у нас. Правда, очень холодно на улице. Но сегодня солнце. Так. Орхидеек. Ну, орхидеек вот это. Вот это. Конечно. Конечно. И ты самая любимая орхидейка. Конечно. А вот это вот стало еще доращивать цветоносик. Так, не знаю. Я вам напротив солнца показываю. А, вот. А, вот. Так, концентрируйся. Вот, еще будет. И вот здесь вот еще расти цветонос. Я, кажется, на обзоре показывала. Распускается Вайлит Квин. Красоточка. Пошла раскрываться. Очень люблю смотреть именно на бутоны зарождающиеся Леодора. Они у нее сами по себе. Не знаю, как... Не знаю, как... Сейчас проберусь камерой. Как показать? Они какой-то такой фантастической формы. Пластики. Как будто они... Вот пластики, правильно сказано. Как будто они из какого-то пластика сделаны. И когда это еще и начинает распускаться, это как-то вообще так необычно. Очень. Любинки мои. Так, вот такой вот пушистик у меня тут вот эта орхидейка. Прям такая тоже вся пушистенькая. Она, по-моему, тоже еще даже не все или все раскрыла уже. Вот этот папоротник у меня какой красавчик. Я прям пушистый такой. Вообще такой красивый. Не помню сейчас как называется. Но я вам показывала тоже в обзоре папоротников. Так, что-то тут у меня вот этот надо сейчас полить. Пойду его замочу. Распускает у меня вот филодендрон. Распустил новый вот этот свежий листик. И вот так, по-моему, эванса называется. Вот этот. этот майя. такой прям такой прям пушистенький. Но я так полагаю, что у него дальше междоузлия будут уже побольше. А сейчас пока вот он маленький растит, междоузлия. И пока смотрится таким компактненьким. Видимо, будет нарастать, потом увеличивать по мере роста. Не знаю, вырастет еще этот лист, покрупнее станет. Посмотрим. Пока не сильно большой. И вот тут вот эванса распускает, раскручивает листик. Пересаженная, пересаженный фикус пумила. Тут очень много дал после посадки на фитиль. Прям кучу целых ростиков. Такой красотунчик. Ну что, кажется, все. Да? Вола. Все, друзья, пишите, жду от вас про неприхотливые растения в вашей коллекции. И потом будет интересно сравнить, потому что часто бываю в чатах и пишут, у одних вообще какие-то непроблемные есть растения, а у других они вызывают кучу каких-то проблем, будет сравнить, у кого какие растения вызывают сложности. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, всего хорошего. Пока-пока. субтитры, пока. Пока-пока. Продолжение следует...